Небольшая дубовая роща в Кировском районе Самары стала яблоком раздора между жителями и коммерсантами. Одни хотят строить здесь торговый центр, другие бьются за жизнь вековых деревьев. Противостояние за небольшой участок земли началось четыре года назад. В 2010-м областной Минстрой передал этот участок коммерческой организации. Предприниматели не раз пытались начать строительство, огораживали зеленую зону высоким металлическим забором. Но на защиту вековых дубов встали местные жители. Люди собирались на митинги, перегораживали путь техники и требовали прекратить стройку. Строительство предприниматели пытались начать, несмотря на то, что муниципалитет разрешения не выдавал. Минстрой совместно с городской администрацией попытались разорвать договор через суд. Но суды всех инстанций встали на сторону арендатора. И участок по-прежнему остается в его распоряжении. Хотелось бы узнать, допустим, суды, наши суды, наши российские суды, арбитражные суды, какие интересы они защищают, чьи интересы они защищают. Одного человека, одной компании, богатой компании, тем более краснодарского, одного человека, который будет здесь зарабатывать деньги. Или мнение тысячи, десятки тысяч человек, которые здесь живут. Дубовая роща для жителей района – единственный зеленый островок в каменных джунглях. Говорят, даже в годы войны, когда не хватало дров, ни у кого рука не поднялась спилить здесь деревья. Почему сейчас нужно уничтожать это наследие? У нас это единственная парковая зона в нашем микрорайоне. То есть, действительно, выйти нам некуда. Здесь столько детишек вот на этой лужайке сделали свои первые шаги. Мы сейчас сажаем дуб, который когда-то посадил Шаляпин. Мы отстаиваем, мы вкладываем в это деньги. А нам уже дано вот такое наследство. Действительно, за жизнь дуба знаменитого Федора Шаляпина самарцы боролись не одно десятилетие. Всемирно известный певец высадил дерево возле самарского цирка «Олимп» в 1909 году, сразу после своего выступления. Он надеялся, что могучий, сильный дуб будет расти не одну сотню лет. Но в 90-х годах у здания бывшего театра «Олимп» началось строительство. И застройщики уничтожили реликвию, несмотря на протесты самарцев. Удалось спасти только желуди. Неравнодушные горожане пытались вырастить саженцы. Удалось прорастить только один желудь. Дереву сейчас 18 лет. Чтобы восстановить историческую справедливость, один из саженцев высадили у самарской филармонии. Теперь потомок дуба Шаляпина для самарцев новая достопримечательность. Сегодня день особый для Самары. Наверное, он в историю войдет. И каждый житель Самарского района запомнит, что речь о продолжении рода дуба здесь пойдет. Мы радуемся этому событию, потому что не было у нас памяти о Федоре Ивановиче Шаляпине. А вот сейчас будет. К дубам самарцы относятся особенно трепетно. Готовы бороться за каждое дерево. Почти детективная история развернулась и вокруг местечка, известного под названием дубовый колок. Местные жители увидели, как неизвестные осыпают основание деревьев какой-то странной смесью. Слухи о том, что дубы хотят загубить, разошлись со скоростью света. Версии выдвигались самые разные. В опилке подмешаны личинки жуков-караедов, предполагали одни. А может быть, ядовитые для растений химикаты. Или просто соль. Пропадут дубы, пропадут. Обязательно все погибнут. Солью все погибнет. Они не соленые, могу сказать. Не соленые? Он, Антон, видите, наелся уже. Нет, они не соленые. Ну, кто говорит... Опасения оказались напрасны. Специалисты городского департамента благоустройства и экологии успокоили жителей микрорайона. Это мульчирование называется процесс. Это один из простых, но эффективных агроприемов. Что это нам дает? Во-первых, это приостанавливает испарение влаги. Это ослабляет процесс скачков температуры, суточной температуры. То есть, когда у нас, например, было от нуля до минус 15. Жители Кировского района уверены, в их случае такого счастливого финала может и не быть. Поэтому самарцы намерены отстаивать свою позицию. Вековые деревья нужно спасти во что бы то ни стало. Мнение жителей поддерживают и городские власти. Все мы хотим жить в цивилизованном обществе, иметь цивилизованные отношения. И когда коммерческие структуры с завидным упорством пытаются настаивать на том, чтобы вырезать вот такие прекрасные деревья, мне это непонятно. Но то, что эти интересы против города и против жителей, которые здесь проживают, это очевидно. Поэтому я думаю, что руководству магазина «Магнит» нужно очень крепко подумать на том, стоит ли вообще идти против воли жителей города, против мнения и мнения городской администрации интересов коренного населения и наставить на том, чтобы срубать эти прекрасные деревья. Я полагаю, что это решение должно быть пересмотрено. В ближайшее время мэр проведет встречу с коммерсантами. Глава администрации поручил правовому департаменту и департаменту строительства и архитектуры еще раз проанализировать ситуацию. Муниципалитет может пойти на уступки коммерсантам, предоставить им другой участок для размещения торгового центра. Муниципалитет